В Самаре подвели итоги конкурсов, которые прошли в рамках Всероссийского патриотического проекта «Парад памяти». В Самарской области он проходит с 2011 года и посвящен легендарному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. В этом году акцент сделали на 3-й ударной армии Пуркаева, которая водрузила знамя победы в Берлине над Рейхстагом. За годы проведения «Парад памяти» объединил участников из 27 регионов России и 25 стран мира. Конкурсы – это, конечно, то, что идет и в преддверии парада, и дальше. Мы понимаем, что не все у нас шагают, и не только парад, и парад памяти – это непосредственно события 7 ноября. Это огромное количество мероприятий, в этом году более 5000 мероприятий с общим охватом более 700 тысяч человек. Творческие конкурсы абсолютно разные, в разных номинациях. Они проходили во всех муниципальных районах, городских округах Самарской области. Не только в Самарской области, а во всех регионах Приложского федерального округа. Традиционно они посвящаются темам парада памяти и истории запасной столицы. Майор запаса Игорь Нуждов своих подопечных вел к этой победе долгие 6 лет. Взвод кадетского корпуса из 52 человек – постоянный участник парада памяти. Подросткам от 12 до 15 лет. В этом году они заняли первое место в конкурсе «Смотра строя» и «Песни парадных расчетов Самарской области». Они знают значимость того парада в 41-м году, с чем это связано. То, что это очень масштабное мероприятие. И с каждым годом все больше и больше участников. И тем более уже с других регионов прибывают. Поэтому мы боремся уже не только в масштабах Самары, а уже в масштабах всей страны. Генерал Александр Протченко из-за болезни в этом году не принимал участия в параде памяти в Самаре. До этого все годы с начала его проведения был в строю. С гордостью вспоминает о параде, который проходил 7 ноября в Куйбышеве в 1941 году. Над площадью пролетала авиация, что повлияло на проведение парада и проход техники. Пролет авиации повлияло на отказ Японии открыть фронт на Дальнем Востоке против советского государства. Парад памяти – это целый комплекс мероприятий и конкурсов, встречи с ветеранами, творческие задания. Первоклассница Ксения Кривова с первой попытки взяла первый приз в конкурсе чтецов. Мы с детского сада принимаем участие, с удовольствием дочка участвует в различных конкурсах. И такой формат конкурс, конечно, это первый раз. Все-таки стихийно-патриотическую тему читать сложно. Я подумала, что она не справится сначала, но дочь справилась, доказала, что сможет любые эмоции показать, проявить. Итоги творческого конкурса подвели в нескольких номинациях. Конкурс рисунков, сочинения, конкурсы агитбригад и конкурсы чтецов. За победу боролись и школьники, и студенты. Награды, дипломы и памятные призы получили 125 победителей. Светлана Кудрявцева, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.